Когда источник жизни становится источником опасности, если до сих пор родники ассоциировались с чистотой, то теперь к реальности это словосочетание малоприменимо. Большинство родников Кабардио-Балкарии в последние годы стали похожи на мусорную свалку. Как справиться с экологической проблемой, разбиралась Нуржан Кубадеева. Бетонный мост, ведущий в Нальчик-20. В прошлом году он был разрушен стихией. Жители Кенжи лишились дополнительной транспортной артерии. Все остальные – доступа к популярному в советские годы месту отдыха у источника с кристально чистой водой. Добраться до Кенжинского родника сейчас можно только на внедорожнике, а потому люди сюда приезжают редко. Однако, несмотря на это, мусорные кучи здесь повсюду. Последствия пикников, использованная пластиковая тара и битое стекло – привычная картина для рек и озер. Однако, родники, расположенные в окрестностях Нальчика, фактически приблизились к тому состоянию, когда уже пора бить тревогу. На источнике в Белой речке, где ключевую воду набирает добрая половина столицы республики, царит полная антисанитария. Отмеченность за санитарное состояние, сохранение, за хранение полностью, все, что связано с родником, несет именно свой непосредственный собственник. То есть, может быть, это муниципалитет, может быть, орган исполнительного власть субъекта, или это может быть федеральный орган. А наши министерства занимаются тем, что на изученное месторождение родника выдаем договор на водопользование. После этого, собственник этого участка, этого родника, имеет полное право пользоваться этой водой. Соответственно, за истощение, сохранение загрязнения несет уже в данном случае он. Документально этот источник находится на территории Чигемского района, фактически расположен на землях Нальчикского лесничества. Кто реально отвечает за него, непонятно. Время от времени местные власти и волонтеры проводят субботники по очистке мусора на родниках, но эффекта хватает ровно на два дня. И проблема не только в том, что некому убирать мусор, но и в том, что убирать его приходится слишком часто. Вода хорошая, чистая. Если перебои с водоснабжением, обычно полсела набирает отсюда. А вот родник в Хасане находится прямо на одной из сельских улиц. Мусора здесь нет вообще. Сельчане сами следят за источником. Конечно, избавляться от чужих отходов не самое приятное дело, но все понимают, выбора нет. Вот только пример этот скорее исключение. Экологи настаивают, решать проблему надо в ближайшее время. Может быть и эти источники перевести на такой платный режим. Но плата в каком плане? Это для того, чтобы хотя бы там содержалось в чистоте и порядке и соблюдался санитарный режим. А то люди, я знаю, что на Белую речку очень многие люди ездят из города и даже с пригородов и набирают там воду. Идея, высказанная Залимом Терекуловым, на первый взгляд кажется не совсем удобной для Кабардино-Балкарии, ведь мы привыкли бесплатно созерцать и пользоваться всеми природными богатствами республики. Но в ситуации, когда муниципалитетам самим сложно справиться с глобальной мусорной проблемой, а у многих людей об экологической культуре нет ни малейшего представления, возможно это и есть наиболее приемлемый вариант. Нуржиан Кубадеева, Игорь Мигулин, Анзорка Широков, Вести, Кабардино-Балкария.